Новый учебный год для системы образования Копейска начинается далеко не 1 сентября. Впервые после летнего отдыха в расширенном составе педагоги встречаются на августовской конференции. Совместно подводят итоги года и определяют ориентиры на будущее. Современные изменения диктует новый федеральный закон, который поэтапно реализуется. Сейчас одним из важнейших его направлений является внедрение независимой системы оценки качества образования. Отметим лишь, что Копейска в этом отношении всегда предварительно идет немножко вперед для того, чтобы отработать механизмы. Мы видели это и с переходом на электронные дневники, журналы, на электронные очереди. То есть у нас есть время, когда отработать. Поэтому мы за три года сегодня подводим итоги муниципальной системы оценки качества, которая сегодня прошла экспертизу очень серьезную. И в этом учебном году мы будем предъявлять ее для оформления уже в официальных муниципальных актах. Копейской системе образования действительно есть чем и кем гордиться. Действуя в тандеме, учителя и их воспитанники достигают высоких результатов. Убедиться в этом смогли все, кто находился 26 августа в зале Дома культуры имени Кирова. На сцене лишь малая часть кубков и наград, завоеванных в текущем году обучающимися в образовательных организациях Копейского городского округа. На сцену для награждения выходили лучшие представители городской системы образования. Отличники учебы получили серебряные и золотые медали. Самые сильные педагоги были поощрены федеральными, областными и муниципальными властями. Также чествовали ветеранов и молодых специалистов. Поблагодарили меценатов и социальных партнеров. Вручили в этот день учителям и памятные знаки за заслуги перед Копейском. Имена достойнейших представителей учреждения образования вы сможете узнать в телевизионной версии августовской конференции, которая уже совсем скоро появится в эфире Инсид ТВ.